Выразив соболезнования родным погибших ребят и поручив главе Тимошевского района сделать все, чтобы оказать помощь и содействие семьям, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что трагедия произошла днем, и тимошевцы могли видеть мальчишек на льду. К сожалению, никто их не остановил и ничего не предпринял. Равнодушие сегодня, сквозь рядом. Равнодушие. И это равнодушие приводит к такой огромной трагедии. Губернатор поручил разобраться, как работает в Тимошевский транспорт, почему детям удобнее было пойти через опасно-слабый лед напрямик. Существующие таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду, должны быть постоянно обновляющимися. Таблички должны быть живыми и актуальными. Таблички, еще раз подчеркиваю, должны быть актуальными и конкретно отражающими ситуацию на воде. Толщина льда. Вот если там стоит толщина льда, я еще раз подчеркиваю, конкретная, значит, ежедневно идет разомер, то, понятно, люди тогда привыкнут и к табличкам будут относиться с вниманием только тогда. А сейчас они к нему будут стоять формально, потому что они узнают, установили эти таблички, когда еще льда на воде не было, и до сих пор стоят таблички. Стоят. В связи с предстоящими крещенскими купаниями губернатор поручил в местах проведения этих мероприятий соблюсти все миры безопасности и организовать пункты обогрева и постоянное дежурство. С вопросом, где у нас в Анапе организованы такие места, мы обратились к начальнику управления гражданской обороны и защиты населения. Это Малая бухта, это Центральный пляж, где мы сейчас находимся, и Центральный пляж Станицы Благовещенской. Все эти места будут оборудованы. Начало мероприятий планируется с 21 часа до 2 часов ночи. На всех этих местах будет поставлено освещение, дежурство спасателей, медицины, правоохранительных органов. Будет регулироваться подъезд к этим местам. Все остальные места прошу не рассматривать для этих мероприятий, потому что они не оборудованы. И хочу предупредить, что погода ожидается не совсем комфортно. По прогнозу, дневные температуры не будут превышать плюс 3 градусов, ночные будут до минус 3, минус 5. Но прогнозируется сильный северо-восточный ветер 10-12 с порывами до 17 метров в секунду. Что возможно, как отжимная волна. Поэтому спасатели будут находиться в гидрокостюмах и обеспечивать безопасность тех, кто будет проводить эти мероприятия. Не могу не остановиться и на тех трагических событиях, которые произошли в Тимошевском районе, где погибли 4 подростка. Надо отметить, что в холодной воде практически шансов в теплой одежде выжить. Даже у взрослых минимально, а у детей они сводятся к нулю. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям и гостям Анапы. Усилить контроль за детьми. Ни в коем случае, при любых обстоятельствах, запрещать выход на лед. И особенно на тех местах, которые удаленные места, и где минимальный контроль со стороны администрации и хозяйствующих субъектов.